Уютная гостиница вдохновения, банный комплекс и отдых на природе. Село Селинское. Безалаберность некоторых переселенцев грозит влететь районному бюджету в копеечку. Дело в том, что три десятка счастливчиков, получивших новое жилье по губернаторской программе переселения, не спешат выписываться из старых квартир. А это значит, что аварийные дома по закону нельзя будет законсервировать и отключить от коммуникаций. В отопительный сезон обогрев опустевших бараков для муниципальной казны выльется в напрасные траты. Анна Назарова продолжит. Жилищный отдел. В муниципалитете один из самых горячих. Жилищный вопрос актуален во все времена. Много встреч, куча документов. А теперь еще одна дополнительная нагрузка. Поиск нерадивых переселенцев. На них объявлена настоящая охота. Звонят, пересылают уведомления. Они хорошо знают свои права, а вот элементарные обязанности горе-новоселы за радостью часто забывают. Проблема остается в том, что некоторые у нас граждане по каким-то причинам не выписываются, не снимаются с регистрации со старого места жительства. Приближается отопительный сезон. Мы должны старые аварийные дома отключить от инженерных сетей. Пока люди там у нас остаются прописанными, остается это проблемой. Из тысячи переселенцев 30 семей так и не выправили регистрацию по новому адресу. Это опустевшие бараки Зубовского поселения. По губернаторской программе люди давно уже переехали отсюда в новенькие квартиры. Но по документам эти лачуги все еще жилые. А значит консервации не подлежат. Антонина Зимакова как раз из тех, кто тормозит процесс. Заветный ордер она получила два года назад. А вот до перерегистрации руки как-то не доходят. Все дела до случаев. У меня сын на работе. Он должен прийти. Дочь у меня тоже на работе. Должна прийти. Вот возьмите вот эти вот документы. Вот документы. Вот только заочно прописать нельзя. Заявления принимают у каждого лично. Нерадивых квартиросъемщиков ищут, уговаривают, взывают к совести и предупреждают. А они все равно не спешат. В основном это контингент люди пьющие, люди ведущие моральный образ жизни. Также у нас есть один мужчина, который сидит в заключении. Они пьют и пропадают. В итоге страдает районный бюджет. Каждый отопительный сезон обходится дорого. Особенно досадно подсчитывать убытки из-за чьей-то безалаберности или лени. Казалось бы, выправил документ и живи спокойно. Теперь время ожиданий закончилось. Отопительный сезон наступает на пятки. Так что выписывать и наказывать нерадивых переселенцев теперь будут через суд. Наше управление по строительству совместно с юридическим управлением сейчас готовит исковые заявления в суд для того, чтобы снять с регистрационного учета уже в судебном порядке. Всех безответственных квартиросъемщиков ждет принудительная перерегистрация. Несколько подобных исков уже рассмотрены и удовлетворены. Анна Назарова, Дмитрий Кириллов, Новости дня.